Решена судьба одного из самых интересных зданий Чувашии, памятника истории и архитектуры федерального значения. Старый дом правительства на площади республики планируют реконструировать. Здание Дома Советов так оно называлось в 1934 году, когда было принято решение о его строительстве. Спроектировали его один из первых чувашских архитекторов авакумов и москвич-сибирцев. По первоначальному эскизу оно должно было иметь полукруглую форму, как Казанский собор в Санкт-Петербурге, однако из-за большой стоимости проект не был реализован. Со временем его упростили, сократили декоративные элементы, придали зданию стандартную П-образную форму и приступили к строительству. Сдали Дом Советов в 1940 году, а в 2011 его эксплуатация была прекращена. Провести реставрационные работы пытались несколько раз, но довести дело до конца так и не удалось за проблем с документацией. Впрочем, невозможно это и по другим причинам. Очень уж много легенд и интересных историй связано с этим зданием. Поэтому принято решение реконструировать его с сохранением внутреннего дизайна, который и является объектом охраны. Приблизительная стоимость проекта более 1 миллиарда рублей. Необходимо разработать проектно-сметную документацию. На совещании подняли вопросы о дальнейшей эксплуатации здания после капитального ремонта. Прозвучала идея сохранить деловую направленность объекта. Здесь могут разместиться площадки для проведения конференций и форумов. Надо доработать и дожать вопрос экспертизы, положительной экспертизы данного проекта. Далее мы с вами должны разработать параметры реализации конституционного соглашения и объявить соответствующий конкурс на участие в реализации в некой концепции данного объекта по принципу государственного частного партнерства. А дальше уже, как только мы определим соответствующего оператора, уже дорабатывать проект, исходя из того, как он будет развиваться. Подступило и предложение закрыть проезжую часть рядом со зданием. Это позволит создать дополнительные парковочные места, весьма дефицитные в центре столицы. Ольга Семенова, Маргарита Мельникова, Андрей Шоклев, Республика.